Поздравляю тебя с подписанием контракта, твои эмоции. Спасибо большое, ну рад, рад приехать сюда, уже был тут два года назад, но там по некоторым причинам не получилось. У меня, видимо, судьба такая, приехал через два года, подписал контракт на два года, поэтому рад, только рад. Как возникло предвожение? У меня заканчивался контракт, я подумывал уходить, потому что и клуб БАТЭ предложил продлить контракт, но все равно, например, решение уйти. Позвонил Владимирович Невинский, предложил, сказал то, что видят меня в команде. И как тебе первые тренировки были? Тяжело, пока тяжело, честно скажу, вроде и занимался индивидуально, в перерыве, но все равно как-то надо вклиниваться, работать. Я думаю, через месяца два уже спросите меня, я вам скажу, что будет уже полегче немножко. Расскажи о себе, как начал заниматься футболом, когда? Ну, как, наверное, большинство у нас в стране, в школу просто пришел тренер, еще команда была МТЗ Репо такая. Ну, вот, там пару фишек обвел и все, начал. У меня энергии было много, родители говорили, что надо идти куда-то заниматься, тратить эту энергию и все. Как-то закрутился уже, сколько, 15 лет уже играю, стараюсь играть. Как-то так. В прошлом сезоне ты не пропустил практически ни одного матча в составе Слудска и плюс еще 4 матча сыграл за молодежную сборную. Ты можешь назвать успешным сезон прошлого для себя? Ну, да, я могу сказать, что он успешный, конечно, не прям вау, но, да, я играл, это тоже большая заслуга. Конечно, я хочу сказать спасибо Вячеславовичу Александру Бразевичу, потому что, если бы не он, если бы он не доверял мне, то вряд ли я бы даже сейчас здесь стоял рядом с вами, поэтому спасибо ему большое, спасибо всему Слудску, то, что поверили в меня, вот, ну, под конец уже вот сезона бы начал взываться в сборную, тоже тренерскому штабу сборной спасибо, что предоставили такой шанс, буду доказывать, надо, мои молодые все игроки, надо каждый матч доказывать, чтобы быть уже не в молодежной сборной, а в национальной. В прошлом сезоне ты и против Гомеля играл, можешь вспомнить эту игру, как-то отложилось на тебя в памяти? Ну, да, больше, ну, я мало, вышел там 15 минут, вот, больше отложилось в голове, наверное, то, что болельщики Гомеля, это, ну, вот, я приехал, вроде, ну, там, не топ команды, вот, а люди ходят, люди радуют свою команду, поддерживают ее, то есть подталкивают как-то вперед, это тоже большое такое, большое дело, поэтому, это, конечно, ну, удивило меня. Первый раз на этом стадионе, поэтому я был, конечно, в шоке немного. А твоя коронная позиция на коле? Ну, вот, меня часто спрашивают, на какой ты позиции играешь, я как-то, ну, чаще всего с края, там, полузащитник, либо, там, каталатераль, вот так вот, но, блин, приходилось и на разных позициях играть, и центрального нападающего играл, и там еще помоложе, когда был и опорного полузащитника играл, то есть везде, и защитника играл крайне. А самое комфортное для себя? Комфортное, наверное, вот, крайне нападающего. И твои ожидания от предыдущего сезона? Как лично для себя, может быть, какие-то цели ставишь, так и для команды? Ну, я в том году поставил цели и сказал тоже, мне брали интервью, я их огласил, и как-то у меня не получилось, поэтому я, пожалуй, придержу их при себе в этом году. Вот, цели, конечно, есть, да, потому что надо, как бы я нападающий край не должен забивать, отдавать голевые передачи, это от меня и требует, поэтому буду стараться по максимуму выкладываться, делать все, что от меня требуется, там, могу пообещать то, что, ну, не будет там, понятно, мне легко, но я буду стараться ради этого клуба, ради болельщиков.